Умирающая после жуткой болезни Проклову настиг новый удар. Случилось страшное в семье Елены Прокловой. Брат актрисы Елены Прокловой попал в больницу с переломом. Актриса Елена Проклова рассказала, что ее 72-летнего брата увезли в больницу после того, как он упал возле своего дома. Подробностями артистка поделилась с журналистами. По словам актрисы, ее брат Виктор Проклов, когда его нашли, лежал и почти не двигался, выяснилось, что он споткнулся в темноте о порог и упал с крыльца. Позже выяснилось, что у мужчины серьезный перелом, скорую вызвала его внучка. «Я нахожусь в другом городе и узнала об этом, когда он уже был в больнице. То, что говорят близкие, что поздно вечером, возвращаясь из гостей, они увидели, что он лежит на полу, он был один дома, очевидно, он споткнулся и сломал шейку бедра», — говорит Проклова. Она добавила, что ситуация произошла ночью, а сейчас самое страшное позади. Проклов находится под наблюдением врачей. В ближайшее время брату актрисы сделают операцию. Елена Проклова подробно рассказывала о своем старшем брате на одном из шоу. Виктор был любимым ребенком в семье. Родители души в нем не чаяли. Однако Елена Игоревна считает, что в итоге это и привело к его чрезмерному увлечению алкоголем. Родственник Проклова всегда был очень общительным, приятным человеком, но никогда не мог ответить «нет» на предложение выпить. Вскоре после переезда от родителей Виктор открыл ювелирный бизнес, который начал процветать и приносить серьезные деньги. Однако в итоге мужчина все пропил. Уже в пенсионном возрасте Проклова сразил инсульт. Недавно это случилось и с самой актрисой. Сестра несколько раз приглашала его на телевизионное шоу. Она надеялась, что на полученные гонорары он подправит здоровье. На деле же все деньги шли на алкоголь. Проклова винит в этом жену Виктора. Напомним, что саму Проклова в начале этого года госпитализировали. 10 января у актрисы диагностировали инсульт и положили в реанимацию. 23 января ее перевели в реабилитационный центр. 31 января заслуженная артистка РСФСР вернулась домой из больницы. После перенесенного инсульта врачи разрешили артист играть только в спокойных сценах.